Доброе утро всем! Посмотрите, как дует ветерочек. Это просто кайф! И этим наслаждается мой маленький сын. Вы просите почаще его показывать. Солнышко мамино, посмотри, всем передай приветики. Все скучают по тебе. Я искупалась, волосы сохнут очень долго. Мама говорит, что надо немножко подстричь кончики, но мне так жалко. Я так люблю длинные волосы. Сколько себя не помню, у меня всегда были длинные волосы. Помню, в детстве мама меня уговорила просто на каре, но она не объяснила, что такое каре. И когда меня подстригли вот так, я была просто в шоке, плакала три дня. Сколько себя не помню, я люблю длинные волосы. И мама всегда меня уговарила, что я как-то тебя подстрижу, как-то красиво. Но я никогда не соглашалась, потому что я помнила это каре и как долго я отращивала волосы после этого. Сейчас буду делать макияж, но перед этим хочется похвастаться своими результатами. В инстаграме я вам, правда, показывала эту палетку, но здесь нет. Не все же подписаны на мой инстаграм, поэтому решила тут тоже показать. Посмотрите, какие результаты. Получается, этот рефил закончен почти. Этот, вот этот закончил. Кстати, здесь я переспрессовала другие тени из другой палетки. В общем, эту палетку я хочу добить до конца этого года. Посмотрим, получится или нет. А еще хочу закончить вот эту палетку от Зоева, и один рефил у меня уже закончен, как видите. Ура! А этим хайлайтером я пользуюсь где-то полгода, и нету никаких просто результатов. Посмотрите, какой он был, такой и остался. Хотя я им пользуюсь каждый день на протяжении полугода. И обязательно, когда я крашусь, у меня кто-то на фоне. Обычно смотрю мукбанки, мукбанки снежаны. Мне они очень радуются, еще и Лёва так мило смотрится. Вообще, мне кажется, прикольно. Так что краситься просто я не могу. Обязательно кто-то должен болтать на фоне. Макияж у меня готов. Несмотря на то, что голова мокрая, бегу снимать для вас мукбанк. В прошлом влоге я купила такой вот аромат от Зары, и должна была его протестить и рассказать вам, что я могу сказать о нем. Он очень даже стойкий, несмотря на то, что стоит он не особо дорого. Вообще, если взять все мои ароматы, если исключить все ароматы от Avon и Ariflame, все остальное очень хорошо держится на мне. И еще могу пожаловаться на стойкость вот этого аромата от Versace. Это Versace Versace. Вот такой вот зелененький. Но сам по себе такой легенький аромат. Не шлейфовый особо, поэтому и не держится у меня. По крайней мере, я его не чувствую на себе. А вообще, если вы хотите, я могу снять свою коллекцию ароматов. Погода настолько крутая, что я решила переехать вот в эту комнату. Кто смотрит мой инстаграм, тот в курсе, что я раньше рисовала в гостиной. Я хочу сделать какую-то красивую коллекцию, но что именно, пока что не знаю. Эта страница у меня просто так стоит. В общем, надо полазить в Pinterest и посмотреть, какую коллекцию можно сделать. Хочу что-то интересное, что-то необычное. Когда я снимаю влоги, я не знаю, что именно вам показывать. Например, есть какие-то моменты из своей жизни. Я думаю, что это никому не будет интересно. И просто не снимаю это. Сегодня я решила в инстаграме спросить у вас, что именно во влогах мне показывать. Я вот читаю ответы и уже следующий влог я буду снимать, опираясь на ваши ответы. Как всегда, пересматривая свои старые видео, я обнаружила, что один из самых моих простых влогов, там ничего интересного не было, он набрал 110 тысяч просмотров. Для меня это стало удивительно и я начала анализировать, почему именно это видео набрало так много просмотров. Видео было короткое, кстати, ссылочку на него я вам оставлю в инфобоксе. Например, если сравнивать влог со свадьбой, он набрал 90 тысяч просмотров, хотя он был намного интереснее, чем этот простой домашний влог. Я решила отправиться за советом к подруге, которая очень любит смотреть мои видео. И она сказала, здесь разгадка просто элементарная. В этом влоге ты показываешь, как рисуешь бумажный сюрприз, а это безумно залипательно. И по большей части в качестве эксперимента в этом влоге я тоже решила показывать, как я рисую бумажные сюрпризы и просто посмотреть, насколько это будет вам интересно. Пишите обязательно в комментариях, стоит ли показывать процесс рисования, что-то рассказывать, интересно ли вам это наблюдать во влогах. Кстати, видео с этой распаковкой уже вышло на моем бумажном канале. Вы можете посмотреть. Конкретно на эту коллекцию у меня ушло 9 часов непрерывной работы. Я ни на что не отвлекалась. Даже мне позвонила подружка, я даже с ней не поговорила. Решила закончить, потом посидеть, поболтать. Также есть коллекции, которые я делала, например, 2 дня. Очень такие большие, емкие коллекции. Здесь всего 8 куколок, поэтому я быстренько справилась с этим. Но 9-8 часов работы, это абсолютно нормально для создания одной коллекции. Поэтому со стороны, возможно, кажется, что я занимаюсь ерундой. На самом деле, это очень трудоемкая работа, которая мне доставляет просто кайф. У меня на фоне там кто-то болтает. Я смотрю либо дом 2, либо какую-то криминальную хронику и параллельно рисую. Сейчас мы с вами рисуем непосредственно куколок. Внутри них будут попадаться нам одежда для этих кукол, которую мы будем клеить на эти куклы. И также предметы личной гигиены. Также частенько в комментариях вижу вопросы, связанные с тем, чем я рисую. Спрашивают, какие именно фломастеры я использую. Дело в том, что это не фломастеры, это спиртовые маркеры, которые время от времени я заправляю спиртом и рисую. Они стоят значительно дороже обычных фломастеров. Но и результат от спиртовых маркеров намного круче, чем обычные фломастеры. Куколки я решила сделать абсолютно разные. Разные расы, национальности. И мне кажется, это даже круто со стороны смотрится. Все мы люди, мы все разные и это прекрасно. И по большей части блогеров, кстати, я смотрю афроамериканок. Мне они очень нравятся, как они внешне выглядят. Их энергетика это что-то с чем-то. Неужели я закончила? Я очень долго делала эту коллекцию, но она получилась просто невероятная. Надеюсь, вам она понравится. Вы зацените и будет много просмотров. А еще мама мне купила вот такой фон. Я хотела совершенно другой. Я вроде бы не просила маму купить мне фон. Она решила сделать мне сюрприз, но я уже не стала делать, что мне не понравилось. Вот. Но просто скажу здесь на 50 тысяч человек. Она же не узнает. Вот как вам на таком фоне буду снимать дальше бумажные сюрпризы. Еще в комментариях я видела, девчонки спрашивали насчет бумаги. Как я делаю наклейки. Как так получается. Я не использую пергамент. В общем, я покупаю вот такую бумагу. Это турецкое производство. Это самоклеющаяся бумага. И я уже мои бумажные сюрпризы рисую на этой бумаге. Просто вырезаю. Это экономия, во-первых, времени. Во-вторых, они получаются матовыми. А это самое главное. Бумага стоит недешево, сразу скажу вам. Мне не нравятся наклейки, сверху покрытые скотчем. Они отсвечивают. А вот эти вот матовые получаются прям самое то. Продолжение следует.